Всем привет! Меня зовут Тамара. Я старший преподаватель и методист профильного класса CCN. Очень долгое время многие смотрели в сторону Европы и Америки, желая учиться и развиваться там. Но за это время Китай смог стать одной из лучших стран для получения высшего образования. Но почему именно так? Давайте разбираться. Ну а для начала подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки этому видео. Это поможет нам расти и выпускать еще больше интересной и полезной информации для вас. Возможно, вы не знали, но китайские вузы уже очень много лет постоянны участники топ-100 лучших вузов мира. Так, например, университет Фудань и Шанхайский транспортный университет в рейтинге топ-100 мировых вузов от World University Rankings за 2023 год занимают 34-е и 46-е место соответственно. Китайское образование – это один из главных приоритетов развития страны уже на протяжении многих десятилетий. Еще в прошлом веке правительство начало осуществление проекта 985, основной целью которого стало развитие высшего образования в Китае и становление китайских вузов до мирового уровня. В то же время была создана Лига Ц9 – альянс 9 ведущих вузов Китая и аналог Американской Лиги Плюща. Правительство вкладывает миллиарды юаней в развитие этих университетов, благодаря чему они уже сейчас являются одними из лучших вузов мира. Так, например, известный многим университет Фудань занимает первое место в мире по биомедицинской инженерии, а Харбинский институт технологий – ведущий в мире по технологиям инструментов. Китайские вузы непрерывно развиваются не только в программах обучения и исследованиях. Они также оснащены новейшим оборудованием, красивыми кампусами и новыми общагами. Так, в Чжидянском университете города Ханчжоу есть большой научный парк площадью 113 гектар, в котором располагаются технологические предприятия и больницы национального уровня. Также на базе вуза создан Международный институт нанотехнологий, поддерживающийся Калифорнийской академией нанотехнологий. А площадь здания библиотеки Шанхайского университета составляет 64 тысячи квадратных метров. Библиотека имеет коллекцию более чем из 3,5 миллионов томов и свыше 3600 периодических изданий. Китай уже много лет является второй экономикой мира, но удивительнее всего то, что стране удалось достичь этого за несколько десятилетий. Ведь еще в середине 20 века в Китае насчитывалось более 800 миллионов нищих. Но а что мы имеем сейчас? Китай является крупнейшей страной-экспортером в мире, и десятки транснациональных корпораций переносят свое производство в Поднебесную. Например, большая часть айфонов Apple производится именно в Китае. Ну а у самого Китая есть свои компании-гиганты, известные на весь мир. Кто, например, не слышал о легендарной Alibaba, владелице всей неизвестного Алиэкспресс? Ну а продуктами таких компаний, как Huawei, Xiaomi, Oppo, Hire мы и так пользуемся постоянно. В Китае это не только современно и перспективно. В ВУЗы Поднебесные реально поступить и поступить по грантам. Именно с этим и помогает наша компания. В наш консорциум входит 37 ведущих ВУЗов Китая, 5 из которых, кстати, представители Лиги Ц9. В них мы и зачисляем наших студентов. А большинство, кстати, поступают по грантам. Для того, чтобы поступить в один из наших ВУЗов, сначала нужно пройти предвузовскую подготовку, после которой вы сможете поступить на бакалавриат в ВУЗ Китая. Предвузовская подготовка IFP – это программа, разработанная экспертами CCN, после которой вы сможете освоить китайский язык для свободного изучения предметов в ВУЗе, а также освоите предметный китайский, без которого невозможно учиться на бакалавриате. Если ребенок обучается сейчас в 10-11 классе, для него доступна программа IFP в Китае после окончания школы. Это курс А для тех, кто владеет китайским языком на начальном уровне, то есть доеческие 3. Или курс С для тех, кто знает китайский язык на уровне ические 4-5. Программа разбита по направлениям подготовки в зависимости от желаемой специальности. Это бизнес-направление, техническое или гуманитарное. Студенты изучают китайский язык, а также получают необходимую для успешного обучения в ВУЗе предметную подготовку. Подробнее о программе предвузовской подготовки можно прочитать на нашем сайте. Ссылка под видео. Документы в китайские ВУЗы обычно подают заранее. Если вы сейчас обучаетесь в 10-м классе, то прием документов на ваш год уже идет. А для 11-го класса прием завершается, когда заканчиваются места. Поэтому мы очень рекомендуем не оттягивать с этим и проконсультироваться с экспертом CCN. Кстати, записаться на бесплатную консультацию можно по ссылке под этим видео. Мы для вас готовим новое очень интересное видео на наш YouTube-канал о том, почему китайский ВУЗ – это лучший выбор. Не пропустите! Спасибо вам большое за просмотр нашего видео. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить наши новые выпуски, в которых мы обязательно расскажем много интересного и полезного. Продолжение следует...